Здарова! Буквально вчера мы с вами закончили первый сезон Хэппи Гулаки в FIFA 19, цель на которой был состав с рейтингом 192. И поймав Криштиана Роналду 95, мы смогли достичь нашей цели. Я думаю, никто не будет спорить, что финальный состав Хэппи Гулаки был действительно хорош. И многие писали, Денчик, ты охренел, Денчик, ты зажрался, у тебя и так офигенный состав, зачем его менять? Но меня он не полностью устраивал. В нем были очевидно слабые позиции, которые довольно-таки сильно проседали. Именно поэтому я продал всех игроков, которых я не вижу так или иначе в своей основе, и собрал вот такую вот красотищу. Вы мне поможете заработать денег. Как тебе помочь, мой родной? У меня есть в кармане немножечко, я хочу, чтобы их было очень много. Берешь эти немножечко и идешь в волшебную страну. А как эта страна называется? Это страна 1xbet. Там замечательные жители, которые называются Большие Коэффициенты. Есть мэр, который называется Быстрый ВВЦС. А есть еще течка, которая зовется Множество Спортивных Дисциплин. А где мне найти эту волшебную страну? Просто нужно посмотреть внизу в описании. Как вы уже поняли, у меня состав с рейтингом 193, и давайте пройдемся по нему. На воротах ЛЧА карточка Тиба Куртуа. Я за эту карточку играл достаточно долго, в целом она меня полностью устраивала, и именно поэтому сейчас он снова со мной. Первый игрок, который у нас остался после Хэппи Гулаки, это Хавьер Занетти. С выходом карточек Фьючер Старс, конечно, появились альтернативы для Хавьера Занетти, но все-таки я доверяю опыту. Еще один игрок, который остался у нас с вами после Хэппи Гулаки, это Марселла. Ну, слишком у него классные статы, чтобы его менять. Хотя в Хэппи Гулаке достаточно часто он терял свою зону, и через него проходили атаки. Первый центральный защитник это Рио Фердинанд, которого я сам собирал в СБЧ, и к нему претензий вообще не было, так что это железобетонный игрок основы. Наш второй центральный защитник это Тоти карточка Серхио Рамоса, за которую мы сыграли только один матч в последнем выпуске Хэппи Гулаки, и пока что судить рано, насколько она хороша. Если вдруг он мне не зайдет, то всегда можно будет поставить Варана. Либо вообще Фердинанд убрать и поставить Рамоса, Варана и Куртуа. Над этим еще будем думать. Далее идет игрок, который у меня в команде будет стоять на опорке. Это Тоти Канте. До выхода Тоти я очень долгое время играл за обычную карточку Канте и считал, что она лучшая по позиции опорника. Что же будет вытворять этот бист, я пока что не знаю, но будет интересно опробовать. А в пару к нему в опорку будет идти Патрик Веера. Причем его не прайм-карточка, а средняя, 88. Я долгое время играл за прайм-карточку, и на мой взгляд, чуть-чуть ей не хватает все-таки скорости. Возможно, его средняя карточка исправит эту проблему. Ну и далее идет линия нападения и Неймар, Лига Чемпионский. Первый обладатель. Тот самый Неймар, который выпал мне в паке, который провел за меня 338 игр, 169 забитых мячей, 102 голевые передачи. Наш же второй фланговый игрок. Это Лионель Месси. Правый полузащитник, 95 рейтинг. Как мы можем не взять его в команду? Просто не имеем права. Со следующим игроком вы все прекрасно знакомы, потому что это был один из лучших игроков в нашем Хэппи Гулаке. Это Йохан Крой. Ну и на острие атаки. Тот самый Криштиан Роналду, которого мы с вами поймали в предпоследнем выпуске Хэппи Гулаке, благодаря вашим лайкам. 95 рейтинг. Потрясающие статы. Что еще нужно? В итоге сейчас на экране вы видите состав почти за 20 миллионов монет. Рейтинг 93, сыгранный 100. И это мой состав после Хэппи Гулаке. Ну и на заменке Златан Ибрагинович из БЧшной, Даня Алвис, который с нами, кстати, был в Хэппи Гулаке, Эден Азар. Ну а этих ребят я просто поставил, чтобы был рейтинг 93. Ну и самое время этому составу отправиться в Викинг Лигу. Давайте найдем первого соперника. Французы плюс заход на ПСЖ. Да-да-да, здравствуйте. Я понимаю то, что вы не хотите пропускать, вы пока что еще в шоке. Но ничего, братан, обещаю, что сильно больно не будет сегодня. Так, чисто немножко поразъебываем тебя. И начнет, само собой, Тоти Рамос. Так, вот это, кстати, неприятный ответ. И тут же пропускает у нас Тибо Куртуа. Ну, как минимум, соперник уже вряд ли будет ливать, потому что кик-офф у него залетает только так. Возможно, что у нас тоже сейчас залетит Лео Месси. Отлично. Один гол забил игрок Реала, второй гол забил игрок Барселоны. Ну, а кто дальше? Говорят, вроде бы игрок Ювентуса должен забить. И, в принципе, есть и основания верить слухам Криштиана Роналду. Здесь мы надежно встретим. Ай-яй-яй, Серхио Рамос, неужели ты свалил здесь? Тоти Рамос не должен допускать таких ошибок. Ну, а сейчас мы с вами останемся по центру. Да? Мы отгадали. Ну и прости, братулёк, но тебя придётся сейчас наказывать. Но продолжим мы это делать уже во втором тайме. Только, опять же, важно не пропускать ни в коем случае. Для красоты, конечно, картины нужно, чтобы забила у нас ещё икона. Но, если честно, то это, конечно, не обязательно, хотя было бы красиво. 3-1, конечно, вполне достаточно для нашей победы в Викинг Лиге, потому что это не хэппи-гоу-лаки. Но, блин, сейчас этот счёт становится 3-2. Кроев, давай, это твой шанс сейчас забить гол. Ты должен это сделать. Ладно, Криштиану, решай за всех всё сам. Хотел я, чтобы Кроев забил, хотел, чтобы у нас забил игрок Барселоны, Реала, Ювентуса и Икона. Но нет, Криштиану решает всё сам за всех. А соперник уже не выдержал, мне кажется, просто разбил нахрен геймпад и вышел. Сейчас, знаете, так и хочется сказать. Ну, мы с вами забили 4 мяча, сейчас мы с вами пойдём на футхэт, но нет. Это у нас не хэппи-гоу-лаки, а просто-напросто победа в Викинг Лиге. Сыграем ещё? Ну, что-то в этом есть. И чувак поймал красного Мбаппе. Но я боюсь, только вряд ли ему это поможет, потому что Криштиану Роналду забивает уже первый гол с передачи Лео. Идите, обнимитесь, парни. Нет, Криштиану побежал с Неймаром праздновать. Молодец, блин. И сейчас Месси вновь даёт передачу на Крирот, тот мог забить даже с такой дистанции. Я думаю, не стоит сильно долго ждать, нужно забивать второй. И честно, сделать это может абсолютно любой, но бьёт Криштиану. Вот она, ребята, мне кажется, Кроев сейчас забьёт. Ай-яй-яй, Варан захватил этот мяч. Но если бы Кроев прошёл, мне кажется, он бы не оставил ни одного шанса сопернику. Ой, какая передача от Криштиана на Неймара, и Куртуа вытаскивает. Нужно было подойти ближе, конечно. И вновь Неймар, и вновь нужно забивать. Куртуа снова отбивает. То этот Куртуа вообще себе позволяет. 1-0 это крайне слабенький счёт для нас, так что сейчас, я думаю, Криштиану справиться. Удар шведой не получился. Такие хорошие, на самом деле, передачи. И вот прям в последний момент они закрываются. И казалось бы, уже всё, сейчас будет выход 1 на 1, гол. Но нет. Счёт, кстати, по-прежнему только 1-0. И это не самый лучший счёт для нас. Так что нужно забивать ещё, но Куртуа не хочет пропускать. Он уже вон 7 сейвов сделал, а мы никак не можем забить. Ну, конечно же, Криштиану Роналду исправляет всю ситуацию в нашу пользу. Вот что ни говори, но Криштиану, опять же, на голову выше, чем все остальные игроки FIFA 19. Это не упрёк в сторону фанатов Месси. Просто, опять же, FIFA сделали игру, что Криштиану тащит. Но на самом деле, даже в отличие от прошлой FIFA, в этой FIFA Лео Месси крайне хорош. А мы вновь пропускаем с углового. Так, и вот это мне не нравится вообще 2-2. Казалось бы, контролировали игру, делали всё, что нам заблагорассудится, но нет. Абсолютно всё было под контролем. Вели со счётом 2-0 и в итоге овертайм. Но, надеюсь, то, что сейчас Златан Ибрагимович. Что за провалы? Блин, ребят, вы должны быть первые на мяче. Вы видели свои рейтинги в игре? Меня просто поражает, что мячик проходит просто рядом с Канте, а он стоит и смотрит на него. Вот сейчас Криштиану развернулся и давай! Блин, должен был залететь сейчас мяч. Ой, какая хорошая передача на Месси. Месси сам сейчас никому не давай пас, красавчик. Ой, нет. Ой, не надо! Всё, матч заканчивается. Это у нас очередная победа. 3-2 сейчас мы выиграли в дополнительное время. Но это был не самый лучший матч для меня. Ну и давайте сыграем ещё один заключительный. Только в этот раз попробуем с бронзой. Ну, хороший состав с Лионелью Месси. Ну, с нашим, конечно, он никак не сравнится. Криштиану мог бы и попасть. Ой, какая атака. Если не было офсайда, то Месси должен забивать сейчас. Офсайд был, но и Месси не забил. А это перехватик от Криштиана Роналду. И сейчас выход 1 на 1. Викингол на ошибки. И сразу же пауза. Чувствую, играть мы с ним больше не будем. Да, ещё одна победа в Викинг Лиге. Вот в Викинг Лиге я люблю такие матчи, а в Хэппи Гулаки не надо. Но представьте себе, какой будет состав после нашего второго сезона Хэппи Гулаки, где мы с вами соберём полностью команду из игроков года. Вот тогда состав будет действительно самый невероятный. Но насколько скоро это произойдёт, всё зависит от вас. Если вы набираете 20 тысяч лайков под последним роликом Хэппи Гулаки, то я начинаю уже готовиться действительно к новому сезону Хэппи Гулаки. Влепите лайк под этим видосиком, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, кто ещё этого не сделал, чтобы не пропускать новые ролики, они выходят часто. Ну и с вами был Денчик, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok